Поехали! Продолжаем разговор. Вот теперь, продолжая разговор, ты можешь приступить к начитке своего произведения. Пожалуйста. Благодарю, Алексей. Продолжаем наш сказ о Яромире и Матрёне. Часть третья. Первые две мы слушали в прошлый раз. По кону рода-прародителя, что вверху, то и внизу вершится. Великая река молочная небесная на три рукава поделена, но коном единым справлена. Так и земная стезя на три пути ветвится, но правилом единым управлена. А правило таково. Живи сам и дай жить другому. Рода земные. Много времен уж путь земной творят. Много ветвей родов древних по свету разошлись. Каждый род и каждая ветвь рода свой путь вершит. Но все вместе одно совершают. Длят жизнь родов своих в вечности. Да напутствие рода-прародителя следует. А напутствие рода таким было. Каждый дар, данный роду человеческому и каждому родовичу, взрастить и укрепить. Душой шириться, любовью да радостью ее наполнять. Дух приумножать, да лик свой высветлять. Уму разуму учиться, мудрость собирать. Тело в здравии до гибкости держать. А через приумножение тех даров силу свивать на пользу и благо общее ее направлять. В общем, развиваться нужно роду земному и всем родовичам. И мир свой в ладу поддерживать. А еще наказал род-прародитель родам, как жизнь свою вести. Жить надо по правде да совести. Лад да красоту множить. Из-за рода родом стать, сородичей своих собирать, в род единый свивать. С родами своими миры свои ладить да править, По тому, как сам род поступил, по кону, по правде вышней, по веде неписанной. Рода прародителя и великую мать чтить, уважать, Нить путеводную с ними держать, и в каждом родите частицу их видеть. Так связь держать, рода земного и рода небесного. Так рода земные и поступали, испокон веку. И с поколения в поколение передавали напутствие рода прародителя и наказ его. Да не просто передавали, а принимали и исполняли в точности. И потому длилась жизнь и множилась красота. В третьем колене каждого рода земного, когда племянники появляются, Род племенем становится, ветвится и ширится. Всякая ветвь рода о четырех коленах свою стезю выбрать может. Так прадеды, защитники рода, свою волю проявляют. Вот, к примеру, разовьется в роду каком династия кузнецов. Заведут они дело артельное, А по делу, чтобы рачительным быть, нужны условия правильные. Вот тогда возьмет прадед своих сынов и внуков с правнуками, Да и пойдут они всей родовой ветвью на новые земли, Своё дело расширять да развивать. Роду общему польза до устроения, Роду выходящему новая возможность. Однако меньше трех колен никак нельзя от рода отходить. Купы не будет, малым числом не прожить родовичам, На новом месте хозяйство не поставить, Ладную жизнь не наладить. В родовить одно колено кормильцы, Другое воспитатели, третье защитники. Вот так сообща и живут, А иначе пропадут. Так много ветвей рода земного разошлись по разным местам, Кому где удобнее да лучше оказалось. И каждая ветвь родовая свой выбор пути совершила. В пути жизненном каждому роду и человеку выбор дан. Три рукава небесной реки над три пути жизни. Распутье для каждого рода и для каждого человека. Как большой валун на перекрёстке, Замшелыми буквами гласит о трёх путях для путника, Так и река молочная — подсказка в выборе жизненном. Река небесная, молочная, Могутная, полноводная, Живой она зовётся. Живу, что кипит в великой ма, Светом мыслю своей Род в ту реку направляет, Силу могутную свивают, Живу в любви до достатки сохраняют. Русло той реки предлинное, Где прямо течёт, Где кольцами завивается, А где на рукава растекается. Так и жизнь земная течёт, протекает, Где быстрее, где тише, Где в омут, А где и в стремнину, Или на перекат. Как молочная река Один из рукавов в мрак морг ведёт, Так и путь земной Может от света родов отвернуть, Своим ходом пойти, По своему правилу. Тяжёл тот путь, Свет рода прародителя И живы в великой ма, Там кроха малая, А то и вовсе нет. Только на себя, Идущий тем путём, Опирается, И силу вокруг себя ищет. Право сильного там правит И могущество. Другой рукав великой реки небесной Сумеречным зовут. Так и земная стезя человеческая В сумраке проходит. На том пути Всяк человечек живы стремится. Она там и правит жизнь земную. Достаток во всём, А чаще с избытком там важен. Свет родов слаб там, Силы его немного, Потому те, кто силу и живу имут, Те и впереди. Право имущего там Во главе И имущество. Третий рукав реки небесной Рассветный, Так ажи земной путь Человеческий вершится. Свет рода тот путь Освещает, Силой наполняет. Лад да любовь там правит Через общество. В роду земном Выбором пути рода Прадеды ведают Защитники рода земной. В их ведоме закон земной Для своей ветви родовой. Могут они Свою волю проявлять И правило установить Свой уряд земной. Самодержавие они являют. Волю свою и разум проявляют. Мудрость Да опыт жизни испытывают. Когда правило Их самодержавия В коне рода прародителя И с ведой в согласии, То жизнь земная Благополучно течет. А ежели в противоречие войдет, Правду вышнюю порушит, Тому роду Недолгий путь. Потому как правда вышняя Способствует жизни. А коли не способствуешь, То пожнешь, Чего посеял. Есть и четвертый путь. Возвращение к истоку. Где дух – основа жизни. Где род прародителя Ма Великая В согласии до ладу пребывают. Где река молочная Единым руслом течет. И силу, и живу, И любовь в едино сплетает. Не всякий к такому пути готов. Великая цельность Должна быть в существе, Чтобы силы могущества, Имущества, И общества В нем равны были И в единстве свивались, Сплетались силой духа И управлялись им. Тот путь одиночества. В одно око человек смотрит. В око рода. Так око в око И идет человек по жизни Навстречу роду. Ни на миг не теряет он Нить путеводную, световую. Проводником для других Человеков становится. Как стезя родово Подобно реке молочной небесной, Так и путь человека Подобен той стезе. Многожды сопь человека В воплощение в явь приходит, Особью становится, И всякий раз Новый смысл ее ведет. Сопь – это единство души, Духа и сознания, Родом прародителей, И великой масса творенные. Раз за разом воплощаясь, Сопь развивается, Новые качества приобретает. Живу, силу, Любовь свои тренирует, Духом растет. Путь совершенства духа Путем варны зовется. Через все пути дороги земные, Через все рукава великой реки Сопи пройти нужно, Чтобы духом окрепнуть, Через душу широкую, Да ум развитый, Да при этом еще плоть свою, Тело до срока не потерять. Ведает тем путем Карна, Богиня воплощений, Нити судьбы, Что мокошь придет, Долю и недолю, Карна в полотно жизни вплетает. Ткачиха она знатная, умелая, Такие узоры да украсан на полотне Тон вывести может, Что глаз не отвести. Красота да замысел В том узоре великие. Да только человеку те узоры Прожить надобно, Прожить верно. Коли прочтет узор правильно, Так и жизнь пойдет гладко да сладко. А коли запутается, Заблудится в узор, Узор очьи том, Разор да горечь в жизни познает. Будет плутать долго, Пока не разберется, Не поймет, Где тропка верная, Дорожка крепкая. Так вот варна и карна Бок обок идут, Каждого человека по жизни ведут. Для движения по пути варны у человека Четыре помощника есть в яве, Четыре опоры мироздания, Основа всего мира явленного, Первоэлемент отворения Воздух, огонь, вода и земля. Отличаются они По составу пустоты и плотности. Каждый первоэлемент Человеку прожить, Прочувствовать надо, Опыт собрать, Умение накопить, Знание обрести И смысл понять, Как появляется этот первоэлемент Во всех обстоятельствах жизни, Что дает, В чем сила его, А в чем слабость. Надо человеку той силой подружиться И научиться управлять ею. Каждый из этих первоэлементов В человеке есть. Но для слабе его Один элемент особенный. Через его слабь Эти качества проявляет и развивает. Часть четвертая. После наставления пращура В воспитании и образовании Василька Взялись за него сразу Все его деды-воспитатели. Каждый вдохновился Передать Васильку Самое важное, Что у него было. Опыт, И знание. Первый дед Рассказывал Васильку О плотности. Дело было так. Бежал Василек К деду в мастерскую, Да не дойдя немного Споткнулся, Да и кубарем Покатился по дорожке. Ушибся больно, Коленку рассорапал. Пришел к деду И жалуется. Вот, дедуля, Дорожка у тебя во дворе Твердая какая. Расшибся я, И коленку До крови рассорапал. Полетел дед внука, Подорожник к коленке Приложил, Да и присел с ним На лавочку Обсудить, Что ж такое Произошло. Вот, ты говоришь, Земля твердая, А смотри, Сколько пыли До песка на дорожке, Начал свой рассказ дед. Выходит, Не такая уж она И твердая. Есть у нее Своя слабость И срок в этом мире. Но пока твердая она, Хорошей опорой Она нам служит. Можно на нее И дом поставить, Или какое еще Сооружение. А с другой стороны, Споткнулся ты, Не удержался, И вот уже не опора тебе, Земля, А боль. Отчего это? Так бежал я шибко, Споткнулся, Упал, Вот и больно мне, Отвечает Василек. Это так. Да только земля Это плотность И коленка твоя, Да и все тело Тоже можно плотностью назвать. Когда одна плотность С другой столкнется, Вот тогда боли получаются. Мир наш из плотности И пустоты состоит. И тело наше так же. А чтобы ты тело услышал, Оно с тобой через боль разговаривает. И действует тело Тоже через плотность. Оно нам для того дано, Чтоб в этом мире Что-то менять можно было. Тело своей плотностью Другие плотности исследует, Да изменять может. Это как, деда? Заинтересовался Василек. А вот пойдем в мастерскую, Покажу тебе, Как стамеской из чурки Игрушку сделать. Кого сегодня сделаем? Тепло улыбнулся дедушка. Давай коня сделаем. Загорелись глаза у Василька. Можно и коня. Пойдем. Повел дед внука В мастерскую. Весь день провел Василек с дедом. Внимательно он смотрел, Как железная стамеска Режет и меняет деревянную чурку. Понял он, Как плотности Друг на дружку действуют. Как на металле Может зазубренно получиться. И как искры летят от того, Что разные плотности столкнулись. Много чего понял Василек в тот день. А коня они С дедом знатного сделали. Очень понравился Васильку тот коник. Понес он его Домой. Принес домой игрушку новую Матушке своей Матрёне показал. Похвалила его Матушка. Порадовалась, Что сыну мастерство Столярное понравилось. Да заметила Коленку содранную. Спросила, Что ж такое произошло. Коленка-то уже И болеть перестала. Да рассказ деда Напомнила. Пересказал Василек, Что от дедушки Услышал. Как понял, А потом еще и В мастерской увидал Про плотность и твердость. Подивилась Матрёна Рассказу Василька Разумности его До рассудительности. На другой день Пошел Василек Бабушку свою Проведать. Гостинице отнести И решил Коня показать ей. Пришел. Передал гостинице К матушке. Поговорили они С бабушкой. Показал ей Коника нового. Полюбовалась Бабушка На того коника И говорит А давай мы С тобой Коника твоего Разукрасим. Вот у меня И краски есть. Заинтересовался Василек. Пошли красить. А краска-то Загустела. Взяла тогда Бабуля водички Да и разбавила Немного краски. Чтобы ложилась Хорошо, ровно. Посмотрел на это Василек и говорит Вот вчера с дедушкой Мы про плотность Говорили. И вижу я Что краска Тоже была плотная И неудобно Это было Красить она Не хотела А как воды В краску Добавили Так и все Славно Получаться Стало Ложится хорошо Краска Ровно Не сыпется Не царапается Как так У воды Получается Такое Свойство У воды Отвечает ему Бабуля Все к чему Прикасается она Растворить И соединить Стремится И сама Сливаться Любит Видел Как ручейки Малые В речку Втекают А речка Дальше В озеро Течет И там С другими Речками Сливается Соединяется Свойство Такое У воды Все Соединять Вот И краску С коником Твоим Соединила Здорово Это у воды Получается Это потому Что плотности В ней мало Переспросил Василек Так так Вот пойдем Я тебе еще Покажу Как вода В борще Моем Разные Плотности Овощные Соединяет И как С твоей Плотностью Соединить Может Улыбнулась Бабушка Это мне Интересно Бабуля И вкусно Я твой Борщ Очень Люблю И пошли Они Плотность Изучать Через Борщ Да такое У них Душевное Изучение Получилось Что никак Васильку Уходить Не хотелось Почуял Он Что сам Как вода Растворяться Начал Растекаться Как сидел На лавке Так на ней Прилег А как прилег Так и заснул Сразу И снились Ему сны Про ручьи И реки Что текут В края Дальние Озера До моря Широкие Стекаются Сливаются И становятся Одним морем Океаном И увидел Он себя В том океане Малой капелькой Воедино Слившейся Со множеством Других Таких же Капелек У каждой Капельки Своя песчинка Малая была Ту песчинку Капелька Из ручейка Еще вымыла Растворила Да с собой Унесла И принесла Ту песчинку В море От него Принять А дед Тогда Посудой Занялся Селяне К празднику Готовились Просили его Новые посуды Поделать Посадил Дед Василька За гончарный Круг Показал Как крутить Да как Вытягивать Из кусочка Глины Форму Понравилось Васильку Занятие Крутит Он А сам Про плотность И текучесть Думает Вот оно Как плотность Земли С текучестью Воды Новые формы Творят Вышел у него Стаканчик Малый Снял его Дед Да в сушку Понес А в сушке То и посуды Уж полным Полно Да только Уже сухой Рассказал Дед Васильку Что не готова Еще та посуда Что для крепости Ей огонь Нужен И стали Они ту посуду В печь Загружать Поставили Все аккуратно Закрыли Плотно Да запустили Печку Огонь Жаркий Печка Греется Посуда Зреет Деда А что В печке С посудой Происходит Спросил Василек Дедушки Гончара А посуда Там очищается Да преображается Получает Его дед Без огня Она видел Какая мягкая Да податливая Была Ты сам Ее руками Мял Долепил А после огня Она камнем Станет Вода Ей уже Ни почем Будет Огонь К чему Прикоснется Все меняет Такая природа У него Может поменять А может И вовсе Сжечь Спалить Да В печке Дрова Совсем Сгорают Вспомнил Василек Одна зола Остается Вот-вот Так огонь Любую вещь К чему Прикоснется Меняет Заметил Дед А молния Тоже огонь Спросил Василек Тоже Только то Огонь Небесный Сила в нем Намного Больше И быстрее Свою работу Делает Ответил Дед Да Ночи Отправимся Очень 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 Интересный Разворот А как Собственно В обыденной Жизни Можно Ребенку Донести Очень важные Нужные Вещи Это ведь Построение Образа Мира И это Закладка Основных Понятий И вот Вопросам И репликам Хорошо Народное Славянское Радио Пора Просыпаться Продолжение Слушайте В следующей Части Продолжение следует